Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня видео по вашим многочисленным просьбам. Это мой уход за лицом, мои фавориты в уходе за лицом. Давайте начинать! После очищения кожи, масочек и так далее у нас с вами идет тонизирование кожи. Давайте с него и начнем. У меня в фаворитах просто в абсолютных три средства на данный момент. Есть еще одно четвертое от Avon, тоник матирующий, который идеально подходит для жирной кожи, но у меня его нет в наличии, я вам обязательно оставлю картиночку. И это будет мой фаворит на лето однозначно, когда будет минимум кремов или какие-то легкие текстуры, не утяжеляющие кожу, потому что будет жарко и так далее. Все мы понимаем, что нужно пользоваться такими средствами, которые не закупоривают наш пор, а наоборот их очищают и освежают лицо. И именно вот этот тоник будет у меня летом и весной однозначно. Я закупилась впрок, он классно реально матирует кожу, он ее очищает до скрипа. Там в составе есть матирующая пудра. Когда вы тоник этот взбалтываете, она перемешивается с основной массой и получается такой вот эффект классный. Лучше я не пробовала. У кого жирная комбинированная кожа, девчонки, я вам очень рекомендую присмотреться или хотя бы раз попробовать. Дальше тоник от Emansi, точнее это Sebum для нормальной комбинированной жирной кожи лица. Это тоже великолепный продукт, но девчонки далеко не бюджетный. Кто может себе позволить попробовать Emansi, я вам очень рекомендую. Я оставлю подсказочку на видео обзор, который я снимала с этими средствами. Можете пройти, посмотреть, там под видео есть ссылка на их сайт, ссылка на каждый продукт. Он классный, он потрясающий. Это продукты, Emansi вообще продукты, после которых вы видите моментальный эффект. То есть сразу воспользовались кремом, увидели лифтинг эффект, увидели упругость кожи, разглаживание тона. Но я еще раз говорю, они не бюджетные, но очень стоящие. Еще один тонер, эссенция тонер, это корейский сайт. Я вам тоже снимала видео обзор. Это такая, знаете, вязкая жидкость, довольно вязкая. Сейчас покажу. Вот. Вот видите, она так медленно относительно стекает. Он увлажняющий, он именно увлажняющий. Я даже его на ручке вот так использую, потому что у него расход минимальный. Увлажнение, девчонки, моментальное, просто моментальное. Сейчас покажу, как он правильно называется. Корейский сайт Style Korea, и вот там вот есть эти продукты. Кстати, ну не то, что бюджетные, но и недорогие. Абсолютно там в классной скидке, можно приобрести по скидочкам. Здесь у нас объем, по-моему, 200 миллилитров. Девчонки, он такой пусатый, да, 200 миллилитров. И я уверена, что его хватит мне, наверное, на год. Потому что одной капельки достаточно абсолютно, чтобы свое лицо очень хорошо увлажнить и подготовить к последующим уходам. Похожий продукт, девчонки, очень похожий по своему действию, это Avon Inyo. Заряд энергии. Сплош-маска. Я использую ее как тонер. Тоже минимальный расход. Здесь вот такая дырочка. Очень приятная одушка. Вот это, кстати, серия, она без одушки, она гипоаллергенная вся в синеньких бутылочках. Тоже вот так капаю на ручку немножко. Тоже такая же висковатая жидкость, но может чуть пожиже, да. Распределяю по ладошкам и похлопывающими движениями вот так наношу на лицо, на зону декольте, на шею. Лицо сразу свеженькое, сияющее. Главное, девчонки, не переборщить обладательницам жирной комбинированной кожи. Потому что если переборщите и, допустим, сильно смочите ватный диск, да, и пройдетесь по лицу, то будет ощущение жирной кожи. Нет, не надо так делать. Лучше капельку-две на руки, похлопывающими движениями, и все, красотка. Можно дальше наносить свой дневной крем и в путь покорять мир. И сывороток. Пока у меня в фаворитах, девчонки, вот такая гиалуроновая сыворотка от Organic Zone. Это довольно бюджетная продукция. Продается на Wildberries, Зон, по-моему, тоже. И в масс-маркетах таких больших, типа, да, Globus, Mega и так далее. Там тоже встречаются вот такие магазинчики Organic Zone, натуральные органические косметики. У меня для жирной кожи вот так выглядит сыворотка. Тоже расход минимальный. Половина вот у меня здесь за два месяца, наверное, половину только я использовала. Прозрачная, густая довольно сыворотка, которая на вашей коже буквально тает и превращается в тоник. В гиалуроновый тоник. Тоже здорово, очень здорово увлажняет жирную кожу, не утяжеляя ее. А это важно для жирной кожи, да, девчонки? Кто пробовал, тот знает. Запах такой натуральный, пахнет хвойной одушкой какой-то, цветочной. Но здесь много очень полезного. Экстракт зеленого чая. В общем, состав натуральный, классный. Эфирные масла, мандарины и так далее. Мне нравится эта сыворотка. Она действительно выполняет свои функции, отвечает заявленным. Хорошо увлажняет, подготавливает дальше к нанесению крема. Если говорить еще о сыворотках, то покажу вам два продукта от Фаберлик. Это Варио. Они у нас, правда, заявлены как эликсиры, но я пробовала, девчонки, ими пользоваться и как сыворотками. Зеленая у меня уже вторая такая, тянется к ней, рука и тянется, а вот это вот на ночной основе применяю. Видите, сколько много еще осталось. Опять же, для тех, у кого комбинированная жирная и нормальная кожа, я очень рекомендую вот именно номер два, зелененький эликсир. Я пробовала их наносить и самостоятельно, то есть несколько капелек. Здесь очень удобная пипетка, прекрасно набирает продукт. Двух капелек вполне достаточно распределить по лицу. И вот именно от этой сыворотки под номером два у меня повышается тонус кожи. Лицо мотированное. Оно какое-то упругое, цвет выровненный. Ну, вообще, любимчик. Прям вот любимчик, любимчик в уходе. Чаще всего я смешиваю ее с кремами. И сейчас в данный момент с кремом Аксиологи Кислородный Баланс. Я вам буду тогда артикулы Фаберлик говорить, да, кто девочки Фаберлик, чтобы знали. Крем 0272, сыворотка зеленая 0165 и сыворотка под номером один, питательное сияние 0164. Вот она именно питательная, девчонки, да, под номером один. Она дарит легкое сияние. Я не скажу, что она как-то утяжеляет кожу или еще что-то. Ну, вот для меня, для моей кожи эффект вау именно от номера 2. Мне прям он зашел, понравился, повторила покупку. А вот эту сыворотку я добавляю эликсир в ночной кремушек. А так они оба очень неплохие, вообще интересные продукты. Ну, и коль начала сварю, давайте и будем продолжать. Мне безумно понравились и крема из этой линейки. Крем для глаз. Вот такая вот малышечка. Минимальный расход, там нужно капельку. Артикул его, девчонки, 0160. Когда у нас были купончики, по акции очень можно, хорошо было выгодно взять. Он такой белый, достаточно плотный. Поэтому совсем чуть-чуть берем и под глазки, и над глазками наносим. Я не знаю, мне, девчонки, вот именно этот крем для кожи вокруг глаз, Фаберлик, нравится больше всего. Я перепробовала много, у меня лежит из линейки Уикенд, и как бы к нему рука вообще не тянется. Они какие-то такие легкие, я ничего от них не вижу. А вот этот крем поплотнее, и действительно как-то кожа что ли разглаживается. Есть небольшой лифтинг эффект. Ну, в общем, если говорить о Фаберлик, то это лучший крем для ухода за кожей вокруг глаз, который у них когда-либо был, я когда-либо пробовала. Крем у меня питательный, вот такой вот красненький, артикул его, не падай, артикул его 0155, это у нас насыщенный питательный крем для лица. Взяла именно его, почему? Потому что, ну, все-таки все равно и комбинированной коже тоже нужно питание. Он тоже достаточно густой, вот прям как сметанка, да, и его тоже нужно небольшое количество, распределяйте, и кожа напитана, и мою комбинированную кожу он не утяжеляет. На ночной уход просто изумительный, хороший крем. И для тех, у кого сухая кожа, он подойдет тем более, присмотритесь к нему, это будет прям спасением. Про кислородный баланс я рассказывала вам уже очень много, это мой фаворит, фаворит почему? Потому что он матирует. Артикул 0272 я уже говорила вам, да, ночной крем я такой брать не стала, потому что он довольно питательный, у меня небольшую пленочку все-таки на лице оставляет. А дневной крем здорово матирует, немножечко сглаживает поры, они становятся менее заметными, и еще и вдвойне с этим вот эликсиром они работают вообще замечательно, и сам по себе он великолепен. Если летом я и буду каким-либо кремом пользоваться, то это будет только кислородный баланс. Крема вокруг век. Очень нравится от бабушки Агафьи, рецепты бабушки Агафьи, ледяной гель вокруг кожи глаз. На утреннее применение, прям чтобы глазки проснулись, подспали отеки, взгляд стал свежее. Мне очень понравился этот продукт, девчонки, для всех типов кожи, от мешков и темных кругов под глазами. Наибюджетнейший продукт, но в таком объеме и работающий. Вот так выглядит гель. Наносим его под глазки, над глазками и ходим до полного его впитывания. Я наношу, знаете, таким, не то что прям растягиваю прозрачным слоем, а таким вот средненьким. И с утра хожу, да, и сразу глазки такие через минуты 7, наверное, он полностью вообще впитывается, не оставляет никакой липкости. Но если вдруг переборщили, то можно излишки потом снять и салфеточкой, и леватным диском. Классный, реально работающий продукт. Прям рука уже вся холодная аж. И очень мне нравится вот такая вот маска вокруг глаз, для области, да, для зоны вокруг глаз, от Avon. Planet Spa. Это гелевая маска, но я по совету девчонок стала использовать ее именно, как и вот этот гель от Агафьи. Наносила под глазки и ждала полного впитывания, не смывая. Это безумно красивый продукт, который переливается всеми цветами перламутра, существующими в природе. Я наносила таким, знаете, как жидкий патч для глаз. Тоже средненьким таким слоем. Ждала полного впитывания. Благодаря перламутру в составе этого геля такое сияние глазкам придается. И действительно есть лифтинг эффект. Когда я пробовала этот продукт как маску, я как-то особенно ничего не замечала. Но когда, по вашим советам, спасибо огромное, попробовала как жидкие патчи, да, и не смывая, получилось очень здорово. Действительно лифтинг эффект и красивый сияющий взгляд. Рекомендую. Еще, кстати, кремушка у меня осталась. Это кремы Манси. Лифтинг крем с фитоэстрогенами 35+, дневной уход. Из той же небюджетной, да, линейки, что и вот этот вот тонер. Здесь АПХ-систем для комбинированной жирной кожи. Это тоже, девчонки, восторг. Это просто восторг, когда вот наносишь так крем и сразу преображаешься. Но вот по-другому я даже не знаю, кого вам писать. Лучше один раз попробовать. Скоро у меня будет конкурс на канале. Я когда-нибудь дособеру вам три замечательных, потрясающих бокса с уходовой косметикой. Может быть, из декоративной посмотрим. И там будут пробники. Пробники Манси. Я хочу, чтобы их будет много. Я хочу, чтобы вы тоже оценили и попробовали эту косметику, потому что она стоит того. Крем от Шоконад. Антиакнез и спирулины для сужения пор проблемной жирно-комбинированной кожи. Заказывала на сайте Шоконад. Вот так он выглядит. Здесь 50 мл. Маленький расход. И он тоже прекрасно матирует. Прекрасно матирует. Поры сужает. Они становятся вообще практически незаметными. Спирулина. Лицо подтягивается. В общем, классный крем. Мне очень понравился. Что маска из этой серии, но я о ней уже расскажу в пустых баночках. Вот недавно закончилась. Что этот крем на дневной уход. Вот они у меня сейчас два. Оба идеально матируют. Так этот еще и натуральный. И ухаживает за вашим лицом. Цвет у него, девчонки, вот такой. Очень интересный. Запах тоже травяной. Но про распределение на кожу. Как бы этот цвет не остается. Он не пигментирует никак ваше лицо. Распределяется легко. И все. Кожа становится мотированная. Гладенькая. Мне очень понравился этот крем, девчонки. Это прямо для моей кожи комбинированная находка. И последний продукт, который я вам покажу, это пробуждающий крем для лица от Фаберлик Океанум. К нему, девчонки, тянется рука. Тянется. И я вам уже говорила и сравнивала его с ночной маской от Уикенд. Мне очень вот прям кажется, что они похожи. По крайней мере, на моем лице. Так, артикул крема 0940. Это далеко не бюджетная серия. Поэтому только по купончикам. Мне кажется, ну, тысячи рублей он не стоит. Вот рублей за 500 бы я взяла его в следующий раз. За тысячу нет. Активно им пользуюсь, девчонки. Когда и на дневной, но в основном на ночной основе. Ложечка здесь в комплекте. Запах приятный, какой-то освежающий, морской такой, да. И что хочу про него сказать. Я вот когда пользуюсь им как ночным кремом, в принципе, все хорошо. Лицо отдохнувшее. Эффект, как после маски Уикенд, да. Появляется румянец. С утра личико свеженькое. Свеженькое такое. Крем тоже достаточно экономичный. Он хорошо распределяется по коже. Он не утяжеляет лицо, не делает кожу жирной. Я бы даже сказала, вот слегка на первых этапах матирует. Потом, конечно, все встает на свои места. Вот. А так, ну, не знаю, девчонки. У меня было двоякое сначала впечатление, но сейчас к нему рука тянется. Но на ночной основе. На дневной основе мне для комбинированной кожи хочется чего-то матирующего. А здесь уже через полчаса, через час может появляться на лице жирный блеск. Заявлено, что продукты Океанум работают на нашем лице до тех пор, пока мы их с него не смоем. Возможно, именно с этим и связан такой эффект. А так, крем хороший. Хороший, конечно, он у меня в фаворитах, но цена, мне кажется, неоправданно завышена. Если он действительно приостанавливает процесс старения кожи, но это опять же, тогда нам нужно на постоянной основе до конца дней своих, скажем так, пользоваться именно этим кремом, чтобы его приостановить и посмотреть. Вот прошло 10 лет, а у меня кожа осталась как 10 лет назад. Да, значит, крем вот Океанум от Фаберлик работает. Иначе я никак это проверить не могу. По уходовым свойствам купили ночную маску от Викенд в три раза дешевле, и тот же самый эффект получили. Ну вот и все, моя хорошая. Рассказала вам о своих фаворитах в уходе за лицом. Надеюсь, что была вам полезна. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. С радостью всем отвечу. Если есть еще какие-то запросы на видео, вам интересно, может быть, посмотреть на мои маски, на мою декоративную косметику, тоже пишите. Обязательно постараюсь в ближайшее время все отснять и показать. Ну и все. Я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всех люблю, целую, не болейте, берегите себя. До следующих видео. Пока-пока.